Одессу! Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженной сонным многое пользы, повелеваем мы нужным устроить там военную гавань купно-скупеческой пристанью. Представленный план пристани и города утвердив, повелеваем приступить, не теряя времени, к произведению оного в действии. И вот, 220 лет назад, в этот день, мы провели церемонию закладки нового порта, внизу, у самого моря, положив начало уникальному городу Одессе. Ну а мы, козаки, оселились тут на пересыпи, правда, через несколько лет снялися и поехали на Кубань засновывать кубанское козацкое войско. Так что они там все на Кубани, тоже с Одессы! Меньше чем через два года в порту были построены два мола – карантинный и платоновский. И удобная гавань уже принимала корабли со всей Европы. Были построены склады для сыпки крымской соли и украинского хлеба. Ну а имея хлеб-соль, Одесса просто не могла не стать самым гостеприимным городом мира! Но Екатерину Вторую на престоле сменил ее сын Павел Первый. А с приходом нового царя Александра в совсем юную, еще маленькую и слабую Одессу приехал новый градоначальник. Позвольте представиться, если кто не узнал, герцог или просто дюк Арман Эммануэль София Сеттемани Дюплеси де Ришелье. Я в Одессе 197 лет, из них 11 лет в качестве градоначальника и еще 186 лет в качестве памятника. Приехал сюда в юную, только что родившуюся Одессу в самом начале 19 века. Мы строили город, сажали в безводные степи деревья, развивали строительство, промышленность и торговлю, освещали улицы, открывали театр, разрабатывали статус Портофранка, привлекали лучших людей Европы. И смею надеяться, что импульс, который мы дали молодому городу, чувствуется до сих пор.